Мы знаем. Вы слушаете. Радио Болткома. Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн углекислого газа на душу населения. Слушайте по пятницам на Радио Болтком. Авторскую программу Константина Рангса. Климат-контроль. Действительно, только что называется, открыть ящик Пандоры. Начинается программа «Климат-контроль». Ее ведущий, журналист, ученый, популяризатор науки Константин Рангс с нами на прямой связи. Здравствуйте, Константин. Доброе утро. Добрый день. Как всегда, телефоны прямого эфира 6-7-212-93-9. Можно писать на WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Потому что говорим мы о вещах, которые, может быть, кажутся далекими. Ну что там, где-то вот что-то случилось. Однако на нашей планетке вот все аукается каждому. И, в принципе, как эффект бабочки. Где-то бабочка взмахнула крыльями. А эффект этот мы ощущаем, может быть, даже и годы спустя. Сегодня, ну, наверное, как обычно, начнем разговор, может быть, с погоды. Что пришла та самая вторая, еще одна следующая волна жары предсказанная. Все действительно происходит вот по расписанию. Как долго она продлится? И как долго, каким вообще, если какие-то прогнозы на август? Когда может уже ожидать начало похолодания и наступления осени? Ну, тут как раз тот самый случай, когда уместно вспомнить тот самый знаменитый анекдот. Лето было, но в тот день я был на работе. Жара будет сегодня, но уже к завтрашнему утру мы отжидаем приход холодного фронта. И этот приход холодного фронта, связанный со скандинавским циклоном, принесет нам дожди, грозы, вполне возможно. Это будет завтра. А затем установится более-менее такая вполне себе летняя, где-то до 22-23 градусов погода. И вплоть до следующей пятницы она так и будет держаться ночью, где-то, может быть, 12-13, днем 22-23. Ну, вот это будет то, что мы будем ожидать на следующей неделе. Потом чуть потеплеет, потом опять чуть похолодает. Собственно говоря, таких волн жары как бы пока не ожидается. Дело все в том, что никто не знает, что покажет антициклон, который движется со стороны Атлантического океана. Движется он медленно, вполне возможно он заполнится. И вот уже немецкие комментаторы говорят о том, что, ну, все, наверное, можно выдохнуть, жара под 40 заканчивается, и теперь нам только стоит пережить сильные дожди, вот тот самый фронт, о котором я говорил. Ну, и тогда вот наступит такое нормальное среднее лето. А вот осень, она еще пока, ну, может быть, да как наступит, когда наступит календарная осень. Но пока что признаков того, что мы окажемся, так скажем, в холодильнике нет. И это, кстати, радует. Ну, это действительно радует, потому что погода вот 20-23 градуса, это, ну, та, наверное, погода, которой мы привыкли в нашем климате, и она наиболее соответствует нашим и ожиданиям, и каким-то возможностям организма. Есть ли еще какие-то, не знаю, события, которые могут оказать влияние на погодные условия и вообще на климатические условия в ближайшее время? Ну, надо сказать, что вчера прошли такие новости, да, которые заставили многих людей, так скажем, лихорадочно смотреть, есть ли ограничения по полетам. Вчера было сообщение, что еще один исландский вулкан начал активно извергаться. Тем более сообщение было, что он извергается в 30 километрах от рек Явика, и там неподалеку находится аэропорт, в общем, все вспоминают события 12-летней давности. Название Эйя Фьятеля Кыдль, который я запомнил, потому что я попал как раз... Тоже хуже, вот, и, собственно, только другой, вот, и, собственно говоря, все вспоминают, как накрыло вот этой пепельной тучей Европу, было ограничение по перелетам, в несколько дней вообще ничего не летало. В общем, это действительно очень волнительно, но тут немножко другое извержение. Дело все в том, что вот тот самый большой Э, как его называли, да, 12 лет назад, это был вулкан, который начал извергаться под ледником. Ну, можно себе представить, огромное количество нагретой до тысячи градусов лавы, контактирует с огромным массивом льда, выделяется большое количество пара, взрыв, и вот эта самая лава, диспергированная в тончайшую пыль, вот, знаете, как вот можно взять тонкую наждачку, вот, поскрести ее, и вы получите вот этот корунд. Вот это все улетело на высоту более 10 километров. Непонятное дело, что такая взвесь корундовая, наждачная, она очень вредна турбинам реактивных самолетов. Но тут же мы сейчас видим такое типичное для Исландии трещиноватое извержение. То есть, по сути дела, лопается трещина в земной коре, из нее изливается лава. Тихонько, спокойно, мало того, туристы уже поехали, садятся с бутербродами напротив этой трещины и радуются наблюдением, как, вот, что называется, живет, дышит земля. Вот, можно найти, допустим, News of Iceland, да, там очень много, вот, в исландских новостях фотографий, вот, ездят. И хотя правительство предупреждает, что не стоит уж совсем, что называется, гневить бога подземного вулкана, вот, нет, все равно люди едут, смотрят, им очень интересно, потому что это не взрывное, не эруктивное отвержение. А это вот так вот, как говорится. Ну, надо сказать, что Исландия – это кусок Срединно-Атлантического хребта, который вышел на поверхность земли. Это как раз место, трещина, где рождается Евразия и, с другой стороны, Америка. Она, как бы, эта Исландия все время разъезжается в разные стороны, в том числе потому, что снизу приходят все новые и новые порции вот этой самой лавы. И таким образом, вот, если вы прилетели в Исландию, то вы можете наблюдать, как рождается мир наш. Там вот трещина есть знаменитая, заполненная водой, где можно нырнуть и коснуться одной рукой, условно говоря, Азии, другой Евразии, а другой рукой и Америки. Там можно просто пройти, сделать несколько шагов и оказаться из одного континента в другом. То есть не просто географически, а реально с одной тектонической плиты перейти на другую в несколько шагов. То есть Исландия, она обречена быть такой, вулканической, активной. И, в принципе, это все совершенно понятно. Другое дело, что в Исландии действительно ждут очень сильных извержений. Они должны быть, все это показывает. Например, там такой вулкан Гекла. Вот если Гекла, когда даст жизни, взорвется и начнет извергаться, то тогда вполне возможно, нам можно будет позабыть про многие проблемы на европейском континенте, потому что главной проблемой станет вот такая вот довольно-таки ядовито-голубая ночь. А не придется ли эвакуировать всю Исландию в случае такого, ну, как это в этой катастрофе? А вот когда такое произошло, и совпало, кстати, это с годами Великой Французской революции, то действительно, фактически была эвакуация, сам эвакуация исландцев, очень много погибло людей, скот погиб в массовом масштабе, но и по всей Европе наблюдалось какой-то странный такой фиолетовый оттенок в воздухе. Даже картинами были того времени, где как раз вот прорисовывался вот этот вот странный воздух над Европой, в частности во Франции. А потом началась гибель посевов. Вот, и есть такая одна из версий, сводит это все, что вот это вот извержение привело к тому, что наступил в Европе голод, и в частности, после этого это стало триггером Великой Французской революции. У нас, между тем, есть звонок. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. А не может так получиться, что Исландию вообще просто, если вы говорите, там трещины, разломы глубинные, что ее просто разорвет на куски, и от этого острова ничего не останется. Спасибо. Ну, вы знаете, она-то как раз и благодаря этой луканической деятельности на поверхности появилась. И там постоянно что-то получается. Понимаете, в нашем понимании разорвать на куски, это когда что-то есть, и вы это ломаете. А Исландия, она не ломается, а Исландия постоянно рождается. Вот это очень важная вещь. Вот мы, например, живем, простите, на геологическом кладбище. Все, что под нашими ногами, это перетерто и в песок, и в глину, древние горы, которые были на месте нынешней Финляндии, и Швеции, они были гораздо выше тогда, с Норвегией. Вот это все перетерто, и вот у нас осталось, с точки зрения геологии, это, да, это прах бывших гор. Вот так вот можно сказать, да? А Исландия – это как раз место рождения нового мира. Поэтому, например, посетив Исландию, она ближе от нас, ближе, сравнительно близко, вы увидите как раз место, где все рождается, где все начинается. Вот это очень интересное место, и многие, кстати, я общался с исландцами, которые говорили, что в других местах мира, ну, в большинстве, им какое-то ощущение, что чего-то нет. А вот у них это есть. В принципе, я хочу сказать, что исландцев хорошо понимают жители Камчатки и Курильских островов. Почему я упоминаю Камчатку? На Камчатке есть вулкан такой, Шевелуч, весьма активный, и он тоже начал раскаляться, началось извержение, изливание лавы, и, например, в азиатском регионе очень внимательно смотрят за этим вулканом, потому что маршруты полетов, самолетов из Америки в Азию, они проходят, вот поскольку Земля круглая, они проходят таким интересным маршрутом, летят вот к Аляске, мимо Камчатки, Камчатке, и дальше потом спускаются с севера к той же Японии, Южной Кореи, и Тайваню, Китаю и так далее. Так вот, лететь им приходится как раз в зоне потенциального факела выброса в Шевелуче, но и других камчатских вулканов. Поэтому если что-то извергается на Камчатке, то становится тяжело, возникают проблемы у тех людей, которые живут на несколько тысяч километров южнее, или, например, на несколько тысяч километров юго-восточнее, в Америке или в Азии, потому что тяжело становится летать. Кстати, Аляска тоже вулканическая территория, и там тоже были мощнейшие извержения, которые, кстати, приводили к аварийным посадкам самолетов из-за того, что самолеты попадали в пепельное облако. Были такие случаи. Так что, собственно говоря, действительно это может случиться далеко, за несколько тысяч километров, а сидеть в аэропорту и, как говорится, сетовать на то, что ваш отпуск пошел псу под хвост, приходится вот совершенно в других территориях, где никаких землетрясений, никаких, как говорится, ураганов и ничего нет. Вот это вот, как говорится, особенность нашей маленькой планеты. Все в ней взаимосвязано, действительно. Ну, вот получается, что это извержение вулкана пока еще не дало, может быть, еще не окончательно о себе заявило. То есть, пока только первые сообщения, и мы еще не можем оценить, насколько затормозит оно передвижение самолетов по всему миру. Ну, судя по всему, даже аэропорт реки Авика работает. Потому что это, да, это не взрыв, это просто трещина, из которой изливается красивая лава. Ну, и все, вот сидит там, плюкает себе. Вот, интересно. То есть, взрыва нет. Нет выброса вот этого, как мы вот видели многократно, такое еще страшнее атомного гриба, что нечто такое фантастическое. Вот посмотрите, поищите фотографии в интернете взрыв вулкана Пенатуба. Вот это, да, это катаклизм. Потому что он улетели туда, этот пепел там 20-30 километров, сумасшедшая высота. Вот, огромные массы выброшенного пепла. Среагировала вся планета. Даже те люди, которые понятия не слышали, что есть Филиппины и даже Пенатубы, они на себе это почувствовали. Сейчас же мы видим, вот знаете, как на Гавайях. На Гавайях есть лавовое озеро, на Гавайях вулканы извергаются постоянно. Лава там жидкая, ну, знаете, как обыкновенный ликер, сиропчик такой. Вот она себе благополучно течет, стекает в океан, превращается в куски пемзы, плавают они потом по океану. И ничего, как говорится, страшного не происходит. И никто никогда не видел никаких конусовидных гор в Гавайях. По одной простой причине. Когда у вас такая жидкая лава, никакой конус горы образоваться не может. Для этого лава должна быть, ну, как минимум, как тесто. Ну, вот по своей консистенции. А вот если конус слишком острый, если вот вы приехали и знаете, что здесь постоянно бывают взрывы, то это повод задуматься, если начнется какие-то толчки. Потому что толчки, это обычно признак того, что начинает магма подниматься наверх. Вот. И если лава очень густая, то может сложиться ситуация, так скажем, зажатого выхлопного, как этого клапана, на скороварке. То есть будет-будет набираться давление внутри, а потом рванет. А что происходит, когда рванет? Это произойдет образование так называемого перокластического облака. Плотность этого облака много выше плотности воды. Ну, это фактически такая смесь воздух с минералами. Точнее, это даже не воздух, это газы. Когда оно падает вниз, то достигает скорости гоночного автомобиля 3-4 сотни кетра в час. Убежать от него невозможно. Температура 700-800 градусов. Так что, говорится, все плохо. Поэтому, опять-таки, я хочу сказать, вулканы есть, которые живут себе спокойно и радуют туристов. А есть вулканы, которым лучше вообще близко не приближаться. Они разные вулканы. Это не считая, я не говорю, подводных вулканов, которые, например, в Средиземном море существуют и работают себе. И кто знает, что они там есть? Да никто про это не вспоминает, кроме специалистов. А тем не менее, они там работают и, как говорится, в значительной мере обеспечивают прелесть Средиземного моря. А если происходит извержение подводного вулкана, и, во-первых, как его зафиксировать, а во-вторых, насколько это опасно для моряков, для судовождения? Ну, есть очень неприятные случаи, но дело все в том, что сейчас в таком регионе, как Средиземное море, ну, фактически по всему миру-то, в таких оживленных регионах эти точки известны, и, в принципе, маршруты проложены таким образом, чтобы, опять-таки, лишний раз ничего не тревожить. Ну, и, в принципе, поскольку, когда большая глубина, то к поверхности поднимаются все, что называется, пузыри. Вот. И то в лучшем случае, да. Вот. Иногда деятельность подводного вулкана можно вообще не наблюдать никаким образом. Если же этот подводный вулкан находится на небольшой глубине, то, да, будут видны такие облака на поверхности, много пара будет выходить. Но это, что называется, тогда все увидят визуально. Это отдельная совершенно тема, потому что наша планета, она живая в том смысле, что она активная, и есть регионы, слушайте, вот есть вулканы, которые, конечно, стоило бы вспоминать. Вот, например, Везувий. Да, вот я как раз про него и хотел сказать. Ведь жили абсолютно люди несколько столетий возле этого вулкана, и казалось, что тихо, мирно, то есть, ну, что-то там происходит, но никакой угрозы не представляет, и практически процветающий город, провинция был в считанные какие-то, даже не часы, а минуты уничтожен. Ну, там же получилось ведь тоже очень интересно, это опять о чем говорит, о том, что люди всегда все откладывают до последнего момента. Вот Везувий, он же не, и это же был не единственный раз в истории, в 79-м году, когда вот произошло извержение, которое уничтожило Помпея и Геркулану. Нет. Это же до этого были извержения очень сильные, но дело все в том, что удобная бухта там поблизости, прекрасные почвы, извержения обогащают почву минеральными веществами. Слушайте, это прекрасное удобрение, на этом все растет. Очень удобно. Есть еще одна вещь, которую мы как бы забываем. Дело все в том, что после того, когда извержение засыпает какую-то землю, то, можно сказать, все права предыдущих собственников на эту землю аннулируют, потому что исчезают сами собственники со всеми, что у них было там записано или память вот этой как бы, да, и приходят новые люди и по-новому все там обустраивают. Как говорится, на наш век хватит. Потом приходит очередное извержение, все стерло, знаете, как с доски. По-новой все пишем. И то же самое ведь произошло и на месте Помпей, Геркуланумом, толстый слой пепла, пришли новые люди, опять стали все выращивать, и потом и забыли про эти города. Вот это интересный момент. Что сейчас? Сейчас все прекрасно понимают, что Везувий последний раз активно, сильно извергался в 1944 году, 1944 году. Судя по всему, он может начать извергаться в ближайшие хоть годы, хоть десятилетия, но, как говорится, как ему захочется. Тут уже нетрудно сказать. Обычно перед землетрясением, в том числе и тогда, 2000 лет назад, начинаются толчки, землетрясение, что же происходит? Накапливается магма, она поднимается, появляется, усиливается выход газов, поэтому сейчас постоянно контролируют выход газов на Везувии. Выходят газы, так называемые фумаролы активизируются, и это все, появляется постоянная вибрация, земля трясется, и это как раз признак того, что там внутри, как говорится, котел уже кипит, скоро крышку сорвет. И надо сказать, что были люди, которые говорили о том, что что-то не то, бог вулкан, это так и есть, бог вулкан, подземный бог подземного мира, недоволен чем-то, и пора бы отсюда свалить. Вот те люди, которые об этом подумали, они уцелели, и, в общем-то, потом не имели никакого желания возвращаться на столь опасное место. А другие сочли, что ну как-нибудь вот обойдется. А потом не обошлось. Опять-таки взрыв, огромное количество пепла, который падал сверху, горячий пепел. Дышать становится очень тяжело, практически невозможно, ну и все. Поэтому очень интересно, что долгое время, как раз говорили, что строиться близ Везувия теоретически можно, но должны быть специальные особые площади, пространства для массового отхода. И сейчас итальянские сейсмологи постоянно бдят за этим Везувием, потому что там еще есть и фигерийские поля, которые начали вспухать. Вот если взорвутся фигерийские поля, мы здесь будем знать тоже через некоторое время, что произошла катастрофа. Потому что у нас небо, солнце тоже посереет. Но это как бы будем надеяться, что не в наш, не при нас. Произойдет. Но в принципе вот с Везувием это реальная вещь. Как известно, этноактивный вулкан, Стромболи в океане тоже. Я уж беру то, что самое близкое. Активные вулканы потенциально, это Эльбрус и Казбек на Кавказе. Вот. Они извергались в исторической памяти последний раз 500 лет назад. Совсем как бы недавно с точки зрения геологии. Так что в принципе даже не даже в пределах европейского континента есть вот эти самые активные места. Но Исландия это самое, что называется, вулканический бриллиант. Поэтому там можно туда действительно приехать, посмотреть черные пески, пляжи из черных вулканических песков. Это очень красиво. В прошлом веке, в 98-м году сразу два фильма вышли на экраны. Так уж получилось, что голливудские студии, как всегда, идея носится в воздухе. Пик Данте и вулкан. И в принципе там ставилась именно проблема того, что ученые как будто бы могут диагностировать приближение и извержение вулкана, но в то же время кипит, бурлит жизнь. Рядом построен городок. И вот примерно ну как в фильме «Челюсти». Ну то есть не хотят закрывать пляжи, хотя есть опасность прихода акулы. И вот местные власти требуют от ученых стопроцентной гарантии, что да, вот будет. А ученые говорят, что нет, мы, дескать, не можем стопроцентно предсказать, но вот есть признаки, что может произойти извержение. И в результате, конечно, все происходит в самый неудачный момент. Вот сейчас насколько все-таки ну вот эти предсказания ученых, прогнозы ученых являются более достоверными, что мы можем с точностью предсказать, что это место сейсмически опасно, нужно эвакуировать жителей. Мы можем точно достоверно сказать, что место сейсмически опасно. Раз, мы можем точно предсказать в принципе, какие возможности землетрясения, какой энергии, магнитуды, в случае с вулканом, какого будут типа извержения, это тоже можно сказать. Даже если вулкан молчит, ну, спящий, да, по анализу магмы, которую мы найдем, да, мы уже можем сказать, если он проснется, то взорвется, или наоборот, скорее всего, ничего такого не будет. Ну, более-менее. этому возможно, но назвать день и час нет никакой возможности. Тут столько факторов, такое огромное количество факторов играет, что и до конца, которые многие мы не знаем. И вот тут-то получается вещь, что я сам был в такой ситуации, когда приходите к чиновникам и говорите о том, что, господа, вот все плохо, будет катастрофа, вот будут такие-то расчеты, есть все, а чиновники заявляют, вы что, хотите, чтобы мы выгнали в чистое поле столько-то, столько-то людей, там, тысячи человек? Вот это очень сложная вещь. И вот, например, пример города Аквилы, 2009 год, землетрясение, которое там, это в Италии. Ведь в марте того года один из исследователей заявил о том, что по данным его методик, который он развивал, это увеличение количества радона в водах, радон, радиоактивный газ, он поднимается из глубин, явно должно быть землетрясение. Но это неутвержденная методика, проверки не было. Поэтому, и в принципе, часть населения стала разъезжаться в разные стороны, начала появляться паника. с этой целью руководство службы итальянского МЧС, так скажем, собрало специалистов, которые прямо в этом городе провели совещание и сказали, что оснований считать, что будет сильное землетрясение именно сейчас нет. Но не прошло и двух недель, как землетрясение случилось. Погибло 309 человек, из которых 29 человек, это были те люди, которые сначала уехали, а потом, послушав вот это вот распиаренное совещание, вернулись. И вот 29 человек погибло. И было эти люди, как эти шесть геологов и плюс этот начальник МЧС были осуждены судом за непреднамеренное, ну типа там формулировка такая была, типа как халатность, повлекшая смерть людей. Потому что если бы они не успокаивали население, то в этом случае бы люди назад бы не вернулись. И не погибло бы эти 29 человек. Вот в чем дело. А с другой стороны, ведь этот же самый геофизик, который сказал, сделал по сути правильное предсказание, но он-то мог и ошибиться, скорее всего. То есть он тоже мог ошибиться, и тогда бы получилось, что паника раздумается на пустом месте. Этих людей посадили, они отсидели несколько лет, но вступилась международная общественность, потому что никто не уможет сейчас стопроцентно предсказывать ни землетрясений, ни извержения вулканов, ни цунами. И все, и в общем потом их отпустили. Но история очень показательная, и как вот вы, Олег, говорите, это тот самый случай о том, что ученые могут сказать о том, что беда будет, но в какой форме точно, и главное, день и час она это сказать не может. То есть смысл следующий, если говорят, что здесь могут быть землетрясения, вот в случае, про который я свой говорю, это землетрясение на Сахалине 95-го года, так не в Тегорске, так ведь там же разговор стоял о том, что людей нужно переселять из пятиэтажных домов, которые тогда считались там очень комфортные, в одноэтажные старые дома либо строить деревянные щитовые бараки, понимаете, то есть это было вполне реально, там зазор по времени с момента предсказания по моменту землетрясения был шесть лет, да там за лето можно было эти бараки построить, и что ведь получилось, когда рухнули эти дома, 17 пятиэтажек сложилось и утонули в песке, по сути дела, то в домах, которые стояли избы, знаете, которым было почти сто лет, там только посуда побилась, вот в чем был ужас, люди видели из окон, что творится, как разрушаются соседние пятиэтажки, а многие мечтали переселиться в эти пятиэтажки, так вот, самый-то парадокс, что зачастую, если мы знаем примерный зазор по времени, вполне возможно, либо там не надо строить, либо там, если вы строите, то давайте надо строить с учетом сейсмической, ну, самого худшего, знаете, ситуации, тогда уже существует понятие сейсмическое устойчивое строительство, либо вот, нужно тогда строить и вообще здания, которые не относятся, которые как бы не могут развалиться, но это то жилье, в котором люди жить не могут, это временное жилье, то есть, вот это очень важный момент, либо вы же делаете очень крепко, очень надежно, в расчете на удар, но, запомните, очень дорого, это стоит очень дорого, у меня вот один примор для моделирования землетрясений стоил миллионы, долларов, тогда, 40 лет назад, понимаете, это очень дорогая работа, очень дорогие изыскания, очень дорогое строительство, и возникает вопрос, нужно ли это вкладывать в это место, если это место, что называется, ненадежно, вот о чем мысль, а если вы, как говорится, все-таки надо строить, то давайте тогда будем строить именно, вот как вот есть такие варианты, дома на металлическом каркасе, одноэтажные, очень гибкие, и эти дома, которые построите, да, они действительно спокойно переживут землетрясение, ничего с ними не случится, вот, опять же, около вулкана кто вас туда тянет, нужно, как говорится, понять, да, можно понять, почему, например, те же самые вот итальянцы там писали и в их прессе о том, что тут дешевые участки земли, тут удобно, тут хорошо, тут, как говорится, место такое замечательное, все растет, опять же, вот, но вы должны поддавать себе отчет, что вы живете на вулкане, который может долбануть в любой момент, и будет у вас время сбежать, или не будет, вот это уже, как говорится, на все воля божья, поэтому, конечно, лучше не рисковать, и опять-таки, хоть мы здесь и живем на геологическом кладбище, вот, и нет у нас таких красивых видов, да, извергающейся лавы, так можете, но это и к лучшему. У нас в Латвии были ли землетрясения? Я что-то помню на моей памяти, были какие-то прогнозы мрачные, и даже там кто-то высказывал предположение, что высотные дома выдержат или нет, но как-то все это совершенно спокойно обошлось. Нет, ну, в истории за последнюю тысячу лет, что называется, письменные истории Латвии, да, землетрясения были такие, что, например, рушились куски, там, церквей, там, укреплений, были такие прецеденты, да, вот, но тут два варианта, либо это отголоски очень мощных землетрясений, в первую очередь, из Карпатской зоны, вот, в север Румынии, доходят до нас, это один факт, и второе, могут быть местные, локальные землетрясения, все-таки земля же шевелится постоянно, не забывайте, каждый день уровень нашей планеты в сторону Луны приподнимается сантиметров на 50, потом опускается, поднимается, опускается, существует трещина, разлом глубоко, вот, но земля шевелится, иногда возникают напряжения, но у нас это все-таки огромная плита, у нас плита стабильная, она стабильная миллионы десятки и сотни миллионов лет, и этот вот кусок, скажем, земной коры, он действительно стабилен, тут у нас легкое потряхивание, а вот сравните, вот если открыть, например, карту сейсмических событий по миру, есть же такие места, где же называется час они проходят, чтобы не толкнуло, и это весь, так скажем, Тихоокеанский поезд, вот, замечательно, так, допустим, возьмите там и Филиппины, и Япония, Камчатка-Курилы, Аляска, Алиутские острова, Калифорния, опять же, которая все время хочет оторваться от Америки, там разлом Сан-Андрео с фантастической красоты, дальше, это же и все, и так вдоль идет, и Мексика, и Чили, и Перу, и вплоть так вот до Антарктиды, то есть, вот это фиганские зоны. А Йеллоустонский парк, Йеллоустонский парк, который тоже, а это очень интересная вещь, это так называемый Плюм, то есть, такое место восходящих потоков из глубины нашей планеты, послушайте, где у нас где-то 30-40-50 километров под нами, там, что называется, магма тысяч, там температура тысяч градусов. Мы фактически живем на тончайшей пленочке, которая плавает по этому раскаленному шару. Земля на самом деле это раскаленный шар, внутри которой работает динамомашина, вращается твердое металлическое ядро в жидком металлическом ядре, благодаря чему образуется магнитное поле, которое защищает всех нас от потока космических лучей. Так что, если так посмотреть на Землю, это такой исключительно качественно сделанный космический корабль. А вот эти вот все эти вулканы, вот как можно сказать, что, ой, у нас очень сбалансировано, у нас вулканов не так много, они не такие сильные, но вот эти движения плит, оно как раз поглощает избыточную энергию изнутри Земли. Знаете, энергия тепла уходит в энергию движения, и благодаря этому у нас гораздо более хорошая атмосфера на планете, у нас не такие мощные извержения, как, например, на Венере. Посмотрите, что с планетой стало, там алюминий платье, этот самый, не алюминий, свинец, принесете, он тут же расплавится в воздухе, там температура 400 градусов, выше температура плавления свинца. То есть, у нас очень как-то все достаточно сбалансировано, именно поэтому стала возможна жизнь на нашей планете. Так что, с одной стороны, землетрясение, извержение вулканов, это все трагично и плохо, но, в принципе, всегда можно сказать так, если вас это пугает, не живите там. И в других местах, вы можете, как вот у нас, например, вы можете совершенно спокойно ложиться спать. У нас другие проблемы, у нас, опять-таки, сколько мы говорили, если у нас будут очень сильные дожди, это плохо, потому что на песке мы стоим, но это другая проблема, это уже другая тема. Спасибо большое, Константин Рангс, журналист и ученый, сегодня был с нами в программе Климат-контроль, до следующей пятницы, всего доброго, до свидания. До свидания. РАДИО БОЛТКОМА РАДИО БОЛТКОМА РАДИО БОЛТКОМА